Сотни разноцветных крыжечек от пластиковых бутылок, жидкие гвозди и немного фантазии. В непринуждённой обстановке в окружении единомышленников, юные защитники природы Центра дополнительного образования «Ароматик» открывают для себя мир вещей, изготовленных из вторичного сырья. Увлекательное занятие для интеллектуального разогрева придумали сотрудники Тринити парка в Щёлкове. «Красные, наверное, из молока, наверное. Я видела, там есть крышки из подгазировки. Вот, коричневые, из коричневого, из-под кваса». «Можно из крышек чем-то смастерить, какую-нибудь подделку, можно их принести и сдать». Так, того не замечая, из вторичного сырья ребята создали панно в стиле австрийского художника Густава Климта. Отработанные крыжечки в Тринити парк принесли местные жители. Каждую вторую субботу месяца здесь проходят просветительские мероприятия, рассказывающие о пользе раздельного сбора отходов. «14 февраля мы здесь будем активно праздновать 14 февраля в стиле Зеро Вест, то есть это в стиле, когда мы говорим про экологию и с любовью к городу. Поэтому у нас сегодня вот такое дерево волшебное, и это будет кусочек большого-большого арт-забора». Экскурсия по Тринити парку – всего лишь этап в просветительском проекте «Юные защитники природы», ориентированном на учащихся средних классов. Не первый год в проекте участвуют все школы городского округа. Флагманом выступает Центр дополнительного образования «Романтик». «Сегодня мы хотели бы ребятам показать, во-первых, обучающие видеоролики, побеседовать и наглядно показать на примере тех волонтёров, которые приносят сегодня этот мусор, причём делают это добровольно абсолютно, показать, как правильно это делать и что именно может пойти в переработку». Немного теории от основателя косообщества Ирины Жарковой. Оказывается, не весь пластик пока подлежит переработке. Из семи сортов от силы 2-3 пригодны для производства новых товаров. «Мы хотели бы донести людям именно с позитивной точки зрения, что эта система двухконтейнерная, она работает, и что нужно доверять, и что нужно сортировать отходы в своей контейнерной площадке». Тем, кто пока не доверяет двухконтейнерной схеме сбора, сотрудники Тринити-парка разрешают приносить торсырьё на оборудованный склад, где его сортируют. «Этот мусор, он не будет гнить на полигонах, а всё-таки ему дадут вторую жизнь. Поэтому я и здесь. Сначала я сортировала только стекло, потом бумагу, потом я узнала то, что у нас в Щёлково есть такой прекрасный Тринити-парк». «Есть много людей, которые собирают много сырья, как и я». «Посмотрите, какой там склад. Видите, сколько много людей приносит в торсырьё». Не безразличны к проблеме отходов и щёлковские школьники. Несколько коробок с макулатурой, отсортированные у себя в центре «Романтик», ребята передали на переработку. Это сырьё найдёт своего потребителя. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, Щёлковское телевидение.